Для любого ребенка начало нового учебного года – волнительный день. Перед этим родители готовят детей к школе, разговаривают, идут всей семьей за новым портфелем, покупают дневники и ручки. С ребятами из детских домов ничего подобного не происходит. Им просто 31 августа выдают одинаковые зеленые тетради и одинаковые безликие рубашки. В Самарском детском доме номер один так было почти 90 лет. Максим – девятиклассник. Это его второй год в детском доме и последний школьный учебный год. Когда мальчика забрали из семьи и из своей школы, его успеваемость резко пошла вниз. Как бы там задания были уже, ну, нормальные были задания, сюда приехала, те же были задания, а там новые были, открывали. То есть то, что ты уже проходил, что ли? Да, они тут проходят. А это кадры трехлетней давности. Илья тогда только поселился в детском доме, был растерянным и глубоко несчастным. Нынче он тоже заканчивает школьное обучение и покидает детский дом. За эти годы Илья вырос и здорово изменился, чего не скажешь о багаже школьных знаний. А тебе важно какие-то оценки получать? Ну да, чтобы выпуститься, хотя бы экзамены сдать, хотя бы на три. А как ты считаешь, ты у тебя сдашь на три-то или как у тебя сейчас с учебой? Ну, нормально, считаю, сдам на три. Света – серебряный голос первого детского дома. Оптимистка, красавица и помощница воспитателей. Она должна была попрощаться со школой и детским домом еще прошлой весной, но не сдала выпускной экзамен по математике. Почему, сама не понимает. Я вот русский сдала на четыре, хотя я к нему вообще абсолютно не готовилась, как бы. Математика не смогла сдать, не знаю почему. Но я хотя к ней подготовилась там, что как. История неуспеха можно продолжать до бесконечности. Психологи дают родителям совет. Если ваш ребенок не хочет учиться, научите его мечтать. Спросите любого сироту, о чем он мечтает. И чаще всего услышите ни о чем. Их никто не учил мечтать. И никто не пытался разобраться, почему они не хотят учиться. 171-я школа находится рядом с детским домом номер один. Именно здесь и учится большая часть воспитанников. Проблема в том, что они еще очень часто пропускают уроки. Вот те дети, которые вливаются в наш коллектив не с самого начала. Иногда они бывают среди учебного года, их привезут. Конечно, вновь привыкать. Иногда открываешь личное дело и смотришь, сколько школ они уже в течение, например, 7 лет. Они прошли, поменяли. И, конечно, учение сложное. Ребенку сразу адаптироваться в новом коллективе. Это не единственная из причин слабой успеваемости сирот. Поездки на соревнования и экскурсии вместо учебы. Низкие требования. Что с них спросишь? Ребенок-сирота остается один на один со своим нежеланием учиться. Он не понимает, что образование основа не только хорошей профессии, но и перспектива качества жизни. Лишь единицы находят в себе силы что-то изменить. Например, Настя. Выпускница первого детского дома. В последний год своей учебы она попросила перевести ее в другую школу. Я решила, что лучше хотя бы год, хоть 9 класс, но подучиться в другой школе, где уровень знаний дадут побольше. Уровень образованности воспитанников крайне низок, что приводит к неспособности адаптации их в самостоятельной жизни. Привыкнув не учиться в рамках детства, сироты перестают учиться потом. С этим согласна директор детского дома Галина Миронова. Она пришла на эту работу недавно, в период полной неразберихи. Я абсолютно с этим согласна. Нужно расширять кругозор детей, нужно расширять именно их контакты социальные, потому что опыт показывает, что наши дети, когда поступают, они даже, ну не прошлый год, вот прошлые годы, так, допустим, года 3-4 назад, они не могут даже доехать до училища, не зная маршруты. Для нас это дико, а для них это действительно так. Поэтому наша задача, как элемент социализации, рассмотреть варианты обучения в других школах. Светлана Шкунова провожает своих воспитанников в школу в 19-й раз. За каждого болит душа и сердце. Дети покидают детский дом малообразованными и беспомощными. Многолетний опыт учителя и воспитателя дает ответы на трудные вопросы. Как сделать, чтобы ребята хотели учиться и не плелись в хвосте не только в классе, но и в будущей жизни? Если ребенка тянет к учителю, мамочке, то он обязательно придет с домашней работой. Обязательно он ее сделает аккуратно, так, как положено. Да, у него где-то что-то не получается, но вы же знаете, какие детки к нам приходят. У многих есть отклонения, умственная отсталость. Поэтому если их по всей одинаковой программе обучать, ребенок просто этого не потянет. Поэтому, повторяю еще раз, индивидуальный подход к каждому ребенку. И материнское тепло. Скорее школу я хочу, на крыльях я туда лечу. Не стоит рассматривать эту программу как ложку дегтя во всеобщий праздник Дня Знаний. Перемены не просто необходимы, они уже начались. Поменялся не только руководитель сиротского учреждения. В 171-й школе с этого года новый директор. Новый закон образования позволяет реализовывать адаптированные программы. Не разрывая, скажем так, основную образовательную деятельность, мы можем предложить им некую другую образовательную траекторию. Сегодня многое меняется в подходе к воспитанию детей-сирот. Уже год, как в первом детском доме, с каждым ребенком работают по индивидуальному плану. Многим удалось помочь определиться с профессией и показать путь к этой цели. И в этом году мы запускаем проект. Я думаю, у нас это получится. Мы решили спонсорскую помощь переориентировать на репетиторство. То есть на поддержку нам не нужны шоколадки. Но они у нас и так есть. Но вот как бы в большом количестве конфеты, шоколадки, нам нужна помощь именно такая. Есть люди, которые готовы нам помочь. Мы этот вариант будем точно рассматривать. Кому-то нужна математика, кому-то химия с биологией. Ну вот, как дома. Предстоит нам менять отношение общества к детдомовцам. Сегодня оно катастрофически неправильное. В лучшем случае жалостливое, а в худшем презрительное. Дети ведь в полной мере ощущают на себе всю тяжесть неприятия. И каждый защищается по-своему. Ты чувствуешь то, что ты детдомовский ребенок, то, что ты относишься к этому учреждению, то, что ты казенная. Само вот это чуть ли что, там я сейчас позвоню воспитателю, сейчас пойдешь в детский дом. Если что-то не так, вот это детский дом, оно вот может там за один урок повторится, наверное, от учителя раз десять. На поселке, конечно, есть такое мнение. Вот я недаром сегодня застряла внимание, почему у нас вот мало было первоклассников. И говорили, что из-за того, что дети детского дома здесь. Не хотят сюда детей отправлять? Да. Конечно, психика детдомовских детей отличается от психики детей родительских. Ведь ими пережит глубокий кризис предательства, которого домашние дети избежали. Но они гораздо больше нуждаются в заботе. Им очень страшно идти в последний класс. Ну, школа, я не знаю, это просто, это вот, например, 9 класс, это окончание твоего детства. Все. Это потом просто выхожешь в большую жизнь и все. Это потом просто выхожешь в большую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok